не делай, тем более, вообще. Да, вот. Это было задолго... Игорь, теперь остановись на этом. У тебя в руках, оказывается, была информация, которую я только сейчас узнаю. Ремонтировал газели, парень. Это то, за что я голосую двойным рукам. Я за то, чтобы машина не была хуже. И когда первый раз выходили мы с сервиса, я познакомился, там, подарил книгу их руководителю. Я говорю, только скажите одной, Юрий, не хуже ли она будет? Мне хотя бы такая, какая она была сохранена. Да нет. Я еще раз... И потом третий раз с большим начальником подошел. Мне главное, чтобы она была не хуже, какой была. То есть, та, какая была до сервиса, она вполне удовлетворяла нашей работе. Повторяю, что мы проехали 17 тысяч километров. Никакое стекло проваливалось там. Уже на грани было срыва. Ты перебиваешь юноши. Вот это невоздержание уже неоднократного. Зачем же делаешь? Как бы это петь хорошо вместе, а разговаривать по одному? Ты знал, я знал то, за что я стою. Я могу подозревать даже, мог бы, что ты умышленно скрыл это и ввел нас в эту беду. Именно то, что я одобряю, и ты специально это скрыл, выходит, знаю, что есть такой человек, который может ремонтировать и сказали бы, а он это ремонтирует без гарантийной. Соберем деньги, заплатим. Я вчера сразу подошел рассчитаться. Но по полной стоимости не могу. Ну, это тоже деньги, для нас деньги. Тем более, я отдаю только пожертвования. Своего у меня вообще нет, ты знаешь это. Ты знаешь, на каком дыхании я живу. На положенной десятину, а я даю 50 лет 9-10. И потом у меня ничего нет. Сапоги рванные зашиты, и то не мои. Поэтому что тут рекламируют-то? Вот. Ты мог это сделать, не сделал. Вы пошли ложным путем. А дальше вот это все, что было. Смертельная опасность. Человек неподготовленный, больной. Едва не погубил все вместе с нами, с собакой. Теперь вышли. Дальше опять машина. Теперь уже гибнет машина. Я уже сижу и прорабатываю варианты, как продолжить дело. Даже полностью машина не восстановится. Они могли там где-то перекусить. Я им рассказываю про одного, как столжиницы пишут, запустил он специально, знаешь, шпион, заплатили деньги. Он за ночь перекусил стропы у 2000 парашютов. Но они внешне все одинаковые. Внутри только самый стержень перекушен. Такие специальные щитцы. 2000 парашютистов у нас разбились за одну ночь. Они могли сделать что угодно, продырявить, поставить, загнать. У них все в руках. Без присмотра. Я говорю, не отходите от них. Но они смотрят. Ну что он будет смотреть-то? Ну он смотрит. Я взял собаку и ушел. Я ничего не понимаю. Но если бы я занимался этим делом, то маленькое что-то, может быть, и понимал бы. Но у меня ни машины никогда не было. И ни желания ее иметь. Но однако я на проворот поставил такое дело, которое не под силой тем, которые с машинами владели. И вы считаете, что... Вот я побыл... А я считаю так. Ты пробыл столько-то. Как ты говоришь, два срока отбыл. Это означает 24 дня. И ты сказал бы, я получил то, что в жизни никогда не получу. И поэтому я прошу, пожалуйста, продлите мой срок пребывания в этой колонии строгого режима. Я согласен с вами дальше. А домашних я уломаю, говорю, ты хозяин. А ты все еще под тядькой. Что отец скажет, там пылесос ремонтирует. Отцу никогда не насытимое. Там ненасытимость. И говорит, давай, давай, до конца... И даже не в отце в работе. Это работа, люди не могут оставить. Жена у тебя это... Потеряй работу. Какая-то работа. Пыль чужую собирать. Я тебе еще раз говорю. В советское время... Я до лета уже был на рельсе. А почему? Погибает душа. Мы делаем сище. Речь на тысячах душах. Не отмахивайся. Это нехороший жест. Верни его назад. Мы делаем работу не то, что вы сказали, Игнатихович. Мы другую работу делаем. Не пыль собираем. Мы делаем системы. Поставим разобедение. Мы прокладываем трубопроводы. Мы потеем и ломаем стены. Ладно, вы делаете дело нужнейшее где-то. Но неужели оно нужней того, которое ты делаешь? Что ты был здесь. И ты не считаешь, что ты там каторгу отбываешь. На той работе. Прокладываете трубу, то другое. Но все вместе взятое. Оно не стоит порошинки в сравнении с тем, что мы делаем. И вдруг с такой легкостью все отошли. Я сказал, дело не останавливается. Я хожу везде, созваниваюсь. Уговариваю Митю. Он говорит, я не езжу на кого. Уговариваю Вадима. Людей не нашей общины. Я Капустину уговариваю. Митя, может у тебя кто-то есть такой. Есть такой он курит. Я не могу принять. Я уже пошел, прорабатываю. Вы прорабатывали вместо себя поставить? Да нет, конечно. И Николай, никто отошел. Все. Я звонил братьям. Я звонил, братья отказывались. Братья Николая. Какие братья? Кому позвонил? Звонил Константину. Константин с ним переговорил, а ты знаешь, что он не поедет. А почему он не поедет? Почему он хороший, а брат, который поехал, ушел плохой? Ведь у нас сравнение с кем идет? С братьями, членами церкви. Хорошими братьями. Игорь, разве это можно так делать? А он тоже этого не делал. В Библии этого нет. Донос неоправдание, как у Горького дедушка говорил. Ты сравниваешь себя с теми, которые исполняют, положили алтарь. Павел говорит, подражайте мне и тем, в ком вы образ Божий верите. Он не сказал, подражайте тем, которые не делают. У тебя какое-то вывернутое сознание. А он не пошел. И он не пойдет никогда. Номинальных христиан очень много. Зачем ты на него смотришь? Подражайте мне, как я Христу, Павел говорит. Я Христу. Ты подражай таким, находи таких людей. Почему мы в церкви не скажем этим, как вы говорите номинальным христианам? Ты номинальный христианин. Ты номинальный Севастьян христианин. Он тоже не поехал. Виктор Петеримов, ты номинальный христианин. Алексей Загуляев, ты номинальный христианин. Он отлично машину водит. Всем по порядку. Андрей, ты номинальный христианин. Николай Пальгуев, ты номинальный христианин. Всем по порядку, братьям в открытую статью. Вы номинальный христианин. Теперь легко, Игорь, теперь легко тебе на твоих словах построить базис, я его не отрицаю. Ты сказал так, и даже вот при твоей такой вот ситуации, при твоем характере, ты выглядишь положительно. И ты сказал, Бог дал на интерес, на фоне этих братьев, а мне позволено. Да не в жизнь я не отойду, пока не кончится это благовестие. Ты сам сейчас назвал, они называются номинально. И спроса с них никакого нет, суд Божий, не я с них спрашиваю, они нету, наемщик не малейших. А ты пошел, вот тут тебе стоило только, теща за, она уговаривает тебя, осталось только тебе с отцом уговорить. И Юля не против, а Акилина еще маленькая не разговаривает. И речь-то идет опять тебе. На этом фоне некондиционного товара, даже твой поршенный товар, он выглядит превосходно. И однако были брошены, мы едва не погибли. И это зависело от вас. Если сейчас бы стоял ангел с мячом и показал, повторил эту картину, и вы его бросили, больного человека, не умеющего толком водить, он вот так вот идет, ну не рви, вот как машину вся. Мы ехали, выхода никакого нету. Только не по горам, только по ровной местности. Не заезжай в город, ну только ему колонку хотя бы не свалить при заправке. Понимаешь или нет, что ты говоришь сейчас? Как болезнь, вот вы видите, больной человек, он не готовил себя к испытаниям, он сам виноват. Ну тебе говорят, давай опять долби его. Вот сидит, успокоился, я больной человек, я покаялся, почему ты не готовился? Ты виноват. В те болезни, которые у тебя были, касающиеся, они не относятся. Я могу сказать, я тоже больной человек. Ну какое отношение к оправданию твоему идет, потому что не пошел ты дальше. Опусти, брат, глаза и кайся тоже. Ты очень себя иногда вызывающе видишь. Ха-ха, что я делаю. Когда обличают меня, это обличает прежде всего и тебя. Когда мы с Иркутска ехали, беседы вели с Игнатием Тихоновичем, ты что мне сказал? Еще раз будешь, вы там вышли, начали делать. Еще раз ты там Игнать Тихоновичу что-то скажешь, будешь дело иметь со мной. Как ты с тобой буду дело иметь? Я... Подожди, подожди, подожди. Сильнее, послушай, подожди, Сережа. Будешь дело иметь со мной, будешь еще хамить ему, я дам тебе по морде. Ты дашь мне по морде, да? А что ты мне еще сделаешь? Все, дам по морде. А когда ты будешь хамить... Ты, и после этих слов, ты надолго, надолго не хамил. Хорошо, когда ты будешь хамить, кто тебе даст по морде, договорились? То есть, я тебе должен дать по морде, когда ты будешь говорить, сколько раз ты хамил? После твоих слов... Я хамил, каялся, хамил, каялся, ты хамил, не каялся. Так, я хамил, не каялся, ты уверен в этом. Кто тебе сказал? Бог тебе открыл или Ангел, Господь? Сейчас ты сидишь и не каешься. Хорошо, когда ты хамил, я после твоих слов, я записал, когда ты это сказал. Я знаю твой настрой, я не буду говорить, это глупость, потому что это даже глупостью назвать нельзя. Так сказать, когда даже в монастырях братья, Нигумен там обличает какого-то брата, все братья сидят и слушают и говорят, это ведь ко мне, я такой же. Брата обличают, а ведь я такой же. Вот так они говорят. Ты, во-первых, не осознал, тебя за хамство не взяли в команду, ты мне позвонил, хотел мешок отдать и подарить, я начал, Игнать Тиховичем ходатайствовал за тебя и говорил, давайте, может быть, все нормально будет. Ты это все забыл, свое состояние хамское, что тебя вообще выкидывали из команды, и я был третейским судьей, старался как-то все, Игнать Тихович, ты заинтересован в этом? Я говорю, да, позвони, Сергей, я тебе звонил. Теперь ты сел в машину, и когда я, допустим, я хамил, я могу и похамить. Ты в этот момент должен сказать, а ведь я-то тоже хам. Вместо того, чтобы ты сказать, я тоже хам, ты сказал, будешь дело иметь со мной. Ты не хам, ты святой. Да еще, мало того, ты мне начал угрожать расправой. Я думаю, физически ты со мной не справишься никогда. По разным причинам. По разным причинам. Я спортсмен, я тренированный, я с перфоратором 20-килограммовый работаю. Да я и не буду с тобой бороться. У тебя пес, которому ты дашь команду, он меня загрязет. И эта фраза, фраза, которую ты сказал, будешь ими делать со мной, имела последствия. Тогда я хотел сказать Игнать Тиховичу, в следующую поездку, или я поеду, или Сергей. У меня была такая... Да, за твои слова. Но я этого не сказал. Потом я узнаю от Игнать Тиховича, что уже люди были и говорили про тебя то же самое. Или я, или Сергей. То есть ты себя вел, тебе вообще, братишка, молчать надо. Молчать и каяться. А ты уже превознесся, я тебе по морде дам. Ты мне по морде хочешь уже дать? Какой ты христианин? По морде мне хочешь дать? Ребята, когда в лагере, в детском говорили, а мы его запинали в туалете, потому что он там что-то бога хулил или что-то. Я говорю, да вы как безбожники поступили. Ты сразу на их сторону встал. Потому что ты такой же. Тебе надо в казаческую бригаду идти, казаком быть. Ты будешь там молодец, шашку тебе дать, и с собакой будешь ходить в камуфляже. Ты казачок, ты... Причем, что ты вообще не делаешь? Но при этом ты их пытаешься себе превознести. И примазаться. Ты больной человек, Игнатик. В чем ты больной? Спать больной? Я тоже хочу спать. И Николай хочет спать. Все хотят спать. Чем ты больной-то? Чем ты больней меня? У меня на позвоночнике несколько грыж. У меня рука эта подсохшая. Я ее плохо чувствую, правую руку. Однако никто этого не знает. У меня пошел мыться. У меня резко сразу вот до локтя рука высохла. Я пошел, грыжи у меня где-то везде по позвоночнику. Меня признали больным. Я же не плачу, что я больной. А ты больной, и я такой больной, все. Я не могу вести ничего. Ты скажи, я не больной, я просто лентяй. И сонливый. Я тогда тебя буду уважать. А Игнатирич пускай тебя обличает и меня обличает. Игнатирич вообще имеет право. А мы-то что? Теперь относительно, говорится, спит. Дальше он помянул, и я сплю. Раз меня касается, я поясняю. Я сплю. Мотор не тянет больше. Я вам объясняю почему. Да дай бог, Игнатирич, спите и вас не будет. Я сплю. Для меня, я заснул, допустим, сотая доля секунды. Для меня это уже сон. Но в первую очередь, сон мой более укорочен, чем ваш. Вообще. Вообще укорочен. Мы это знаем. Это так. И поэтому мотор дальше не тянет. То есть у меня на пределе. Когда я был в силе, у меня на сон уходило 2,5 часа в сутки. Мы до этого рубежа еще не достигли. 2,5 часа за дня в день и постоянно на работе. На такой физической работе, как делать печь, где у меня бетонная работа, 300 почти процентов, 280 все время. У меня 3 грыжи. Но я не о грыжи говорю, а о том, что сон. То есть я желаю, всячески себя незаметно щеплю, а уже ничего не получается. Мотор, то есть сердце захлебывается. Вот этой жаре, а я жару очень плохо переношу. Надержа насильно печку, когда больше бросит, я на полу лежу. Ну, такое вот, не могу никак. И поэтому, да, я себя осуждаю, но не могу. То есть я могу, но организм не тянет. Умом я не с собой сегодняшним. Ну, надо учитывать, что все-таки 74-й год идет, и жара. Она меня смолит. Я только сейчас держу щетки, даже щетки из рук выронил. На компьютере руки держу, и тут же проснулся, руки лежат. Я уже уснул доли секунды, никто не заметил. Я глаза скосил, этот серед, но даже он не видел. Эта доля секунды стоит, может, жизни. Я уже даже на велосипед не сяду. Я могу на велосипеде заснуть. У меня организм в такой натяг идет. Однажды на мотороллере ехал, перегоняли там. И я на мотороллере заснул. А этот, говорит, вижу, как реактивный самолет пошел. И милиционер стоит в это время. Я вижу, милиционер стоит. Он может сейчас потребовать. У меня ни прав нету, ни вождения, ничего. Но меня заставили застрявший мотороллер отремонтировать. А к нему подъехали на другом. Тот, на котором приехали, Леша ведет. А меня на этот посадил. И я едва милиционера не задавил. Большой бордюр. Я подпрыгнул через бордюр. А он Лешу там остановил. Я возле милиционера. Милиционер обернулся, он ничего не понял. А я уже спрыгнул с бордюра и дальше еду. Понимаешь, у меня организм в таком напряге. И это мой образ жизни. Это когда я был молод. Ну, два с половиной часа и непрерывная работа. И у меня перифора вообще никогда не было. Понятно, что, ну, маленько делать надо поправку. А я все еще держу настрой-то тот. А мотор захлебывается. Сердце не тянет. Да, виноват. Но на большее ресурсов пока нет. Так, ребята, подведем итог. И его обличение тебя, вот сейчас он говорил, справедливое. Правильное. И то, что говорил он там, ребята, которые из Тобольска, а не кого-то там где-то запинать тоже, ты обличил их совершенно правильно. Ну, такие ребята. Нина-то мусор я с пола собираю, люблю. Нина, на полу мусор собираю всегда, чтобы никаких пятнышек не было. Да, да, да. Убрать. Вот. Сегодня наша задача пойти вместе. Мы сейчас вместе помолимся, чтобы снова было все единое. Хорошо, что не скрыли, все высказали. Значит, у тебя вина какая есть, как у него бестормозные. Вы не можете тормознуть в каком месте. Сказали знак. Мгновенно на полслове полслова. Вот я что-то разговариваю, прихожу, а у батюшки его там, священники, матушки, над столом склонились, сидит безрукавая, без платка. Ну, нарушение за нарушением. О, для меня это мука. Я подошел, а батюшка с ними по-хорошему сидят. Я говорю, а что же ты, без платка-то? Как-то гостям матушке сказать без платка. Она мигом соскочила уже в платке. Батюшка не сделал замещания. А священник тут же сидит, рукава вот так. Я говорю, у нас в лагере такой порядок, что короткие рукава нет. И нужно застегнуть себя перед Богом. Бежусь, священник встал в другую комнату, пошел приводить порядок. Батюшка так и ахнул. Ты что-то долго тут задержался. Ты бы, наверное, шел домой на меня, на меня, батюшка. О, батюшка, благодарю тебя, я как раз дома и нужен. Я повернулся, пошел. Внутри, конечно, как у любого, может быть, человека. Вот батюшка недавно конца мне сказать-то. А потом вышел и думал, какой у меня батюшка хороший. Я бы еще наговорил больше им. Над столом еще, на чашкой склонились. Хорошо, что мне батюшка сказал. Иду домой и радуюсь. Батюшка у меня хороший. То есть сначала я внутренне, а потом... Ну и выправляется все. У вас вот этого нету. Можно мне еще что-то? Да, конечно, можно. Иди сюда, соседка. Вы знаете... Мы сейчас уезжаем, с тебя уже не вернемся. Я поняла. Я прожила всю жизнь и знала, что есть община в православии. Понимаете? Вот сейчас эту общину вашу я настолько ценю, настолько понимаю, почему. Потому что вот мне понравилось даже все, что выяснили, вы все сказали друг другу. Но поняла то, что в этом общине именно не то, что там свое поведение там исправить. Духовно, духовно самое главное у вас должно быть. Вот, потому что я вот так и настолько поняла. И только, только говорю, слава Богу за то, что хотя я под старостью знала, что это такое православие. Понимаете? Это и вот нисколько я вот никого не сужу, ничего из вас. Это вы воспитываете друг друга. А уж если вот Игнатия Тихоновича не будет, то это большая потеря будет у вас. Страшно. Даже вот мне страшно подумать. Понимаете? И поэтому послушание, конечно, в первую очередь у вас должно быть. А вот наши приходы, приходы, вот церковь, приходы. Ведь всю жизнь я хожу, за руку мамы водила. Но я ничего не понимала. Того, чего, что вот какие-то месяца вот эти вот, понимаете? Мне настолько это дало, что я приехала первый раз от вас, я плакала до ужаса. Вот что вот даже брат мне уговаривал, что это действительно сомнение не надо, вот это самое погружение. Я это все воспринимала, я все понимала, а только думала. Вот последнее мне только далось. Я подошла и говорю, Игнатий Тихонович, вы мне скажите. Раз я не знаю, я ребенком была, как меня крестила мама, как все, как, ну, ничего не знаю, родившая. Вот это не будет грех, если вдруг я была неправильной, я просто хотела знать. Я не в сомнении, не в том, что хочу оправдать себя, а просто решила узнать. Будет мне грех или не будет, если я вот так, он мне тут сказал, никакого греха не будет. Все, я приехала домой и решилась поехать снова. Понимаете? Еще был вопрос, что? О, это, кстати, Фаст, отец Геннадий, это отец Сергий мой, написал ему письмо о том, что вот это вот, поехали как вот два прихожанина, но не говорит, что я у него тоже, это как нечестность такая, несправедливость, что я у него всю жизнь, 30 лет почти отдала ему. А он не говорит, прихожане, у меня вот приход, мне здесь, я у них, как мне их теперь благословлять можно, нет, вопрос задает. И это самое, и как я их буду причащать там или, это самое, как сказать, исповедовать. И вот все такое вот. Это письмо он передал, которое я оставляла за себя, она с Шира, Красноярского, приехала. Я вместе, она вот за это время была у меня там, у него. А она мне это сказала, спаси ее Господи, дал мне письмо передать отцу Геннадию. Я говорю, дай мне, я почитаю. Это было все у нас в секрете с ней. И вот эти все вопросы, все эти прихожане, все это то, что, если вы что-то, она вот такой, они теперь это раскольники, он там старообрядец и все прочее. Вот все эти его там бизнесы. Поэтому меня заставило, что я все равно, конечно, уехала, это она мне ходила, говорю, отдай ему, отдай, пусть он, что написаешь. Мне это очень важно, что он ответил. Вот что он ответил. Мне это важно было, говорю, отдай, передай ему это письмо. Правда, он не запечатал ничего. И что вы думаете? Я, конечно, вот эти все сомнения во мне были, это, конечно, нет. Я когда вот убедилась, как я сказала, а потом, значит, раз я письмо прочла, я раз звоню отцу Геннадию, сама. Уже я говорю, что я приехала вот так и так. Почему на меня такой нападок? Хотя мне это Игнает Тихонович сказал. Погрузила, все, я тогда рада была, конечно, поздравления разные, все это торжественно было. Для меня это как для ребенка было хорошо. Я, значит, что? Думаю, ага, я все равно спрошу из-за отца Сергея доказать ему. Я говорю, ну и что? Вы что, я сделал какой-то грех? Вы получили письмо? А она мне позвонила, сказала, что она отдала письмо. Вы получили письмо? А он ходит все время к почтовому ящику. Я-то живу, вижу, я его понимаю. Ну и все, я думаю, ну пусть ходит. А он мне сказал, говорит, сам мне по телефону, это вы что ли как прихожанка? Я говорю, я за ним ухаживаю. В другом совершенно там деревне, городе там все такое. Дело не в том, я говорю, почему? Вот так я убедилась, что мне греха нет и все, и было. Он мне прямо сказал. Что за то, что приняло крещение, полное погружение? Погружение. А он мне сказал, говорит, греха никакого у вас не было, и то есть нет. То, что вы только дополнили к неправильному крещению. Все. Но я не то, что если бы ни он не писал, я бы ему не стал никогда звонить, мне достаточно было. А отец Сергий как воспринял это? Вот, вот воспринял, что он ходит и ходит, а он мне сказал, у нас патриарх, отец Геннадий, что мне сейчас ему ответ некогда писать. Но я ему напишу, не вам не угодить, он мне сказал, не ему угодить. Я напишу по вселенским соборам, как это же и все. И вот он так, и это пишло, и конечно... Патри же ты меня оглушила прямо. И мне бы, знаете, я просто восхищена, простите. И вот он, знаете что, и когда он ходил, без конца ходит, ищет, ходит, письмо ждет. А ему сколько это уже отсутствует? 88. Вот только было в мае. Я, значит, тоже ходила, искала, когда его нет. Ждала этого письма. Мне просто уже было, как это вот ему доказать, потому что он от меня скроет, я уже все его, видите, знала и все такое. И что вы думаете, получаю я, конечно, письмо в ящике. Я его, конечно, прочла и положила в ящик. Вот такой мой грек, конечно. Вот. И он все, он его два дня не идет больше, не смотрит. Два дня и не идет. А письмо уже у него в руках? Нет, у него в ящике, в почтовом ящике. Ну и все, он не идет. А когда смотрю, он пошел, думаю, ага, сейчас в окно. Я на кухне готовлю, все ему. Ага, получил это письмо. Все, замолчал, как ничего нет. А я ей говорю, день прошел, два, три, я все-таки решила сказать. Батюшка, а я ей звонила отцу, Геннадию, что так и так, он мне сказал. Никакого я греха не сделала. Ему говорю сама. А он тоже самое там пишет в письме. Греха нет, это неправильно, тоже сам написал. Вот, ну там по соборам там все написал. Вот, и он, вы знаете, он сразу наобтусился и говорит, да, все сейчас такие. Я говорю, почему? Он тоже привел его, вы же сама же мне дала читать, Игнатик верит только еще. Я говорю, о, стоп, я вас поймала. Он был старогрязец, он пишет сам в своей книге о себе. Я говорю, почему вы о себе всегда скрываете все? Почему? Все, я вас ждала, искала священникам истинным. А кто у тебя сейчас? А просто священник. Я говорю, просто священник. Я говорю, я сердце православия увидела, услышала, поняла, чего я искала в жизни. Господь меня услышал. И вы, мне такая разница. А вы почему скрываете? Открыла ему секрет, что он не знал меня. А почему вы не скрываете о том, что вы старогрязец тоже были? Он сказал, ах, ты такая-сякая, ах ты, ты вот все, ты на меня клевету делаешь? Кайся. Все, достаточно, это еще не все. Я говорю, я сказал мне этот самый, сын твой был на похоронах у матушки. И эти самые внуки твои, они прямо говорили, батюшка, отец Сергий, дедушка, дедушка у них. Так и мой, говорит, вы же старогрязец у нас при мне. Он как водой всплеснула, в раз и вышел из комнаты. Я говорю, это родно, это одно. Воду крещенскую носили мы всегда, с ключа, с ключика. Там живут соседи, нам, недалеко там метров от дома. Я говорю, они говорят, что вы носите воду-то, что вы носите воду-то? На крещение. А, это старогрязец ваш. Он, говорит, наш был, а не старогрязцы. Он наш был. Разоблашила его. Вот. Я ему прямо. А потом, помните вы мне, когда я приехала первый год, вы мне сказали, как? Первый год. А меня направил к нему схимник, отец Тимофей. Вот. Значит, я все к ней донимала его, то там, не скажите, там, про службу, там, про то-то, то-то, то-то. Он говорит, поезжай к этому. Они там, матушка с батюшкой, они там, грамотные. А он вообще не учился, и он священником был, этот схимник. Вообще. Ну и все. И он, значит, я и поехала туда. Я говорю, помните, я приехала, не сразу. Вы меня спрашиваете, вы меня приняли, все такое. И говорите, я вас там подучила, конечно, я считаю, да вам там, что вы, как бы, мои, это самое. Ну это подробности, не поедем, уедем сейчас. Да, да. А вы, говорю, помните, меня спросили, а тебе отец Тимофей ничего не говорил? Я сразу догадалась. Я уже знала, что вы старобрядец. Я говорю. Они старобрядчица считают неистину. А старобрядчица, которая священствами, это как раз то, что гнязь Владимир принял. Старобрядчица, это как раз то, как верил Сергий Радович, это все старобрядцы. Вот. А я и говорю. Потому что главный собор, это все еще старобрядцы. Иван Грозный старобрядцы, Феодосий, и все эти старобрядцы, Корнилий, мученик святые, все это старобрядцы. Новые обрядцы пошли только от Никона. И старобрядчица, это то самое до копейки, которое принял князь Владимир. А против кого воюют-то, когда это наши корни? Так вот он теперь, когда понял, говорит, ты когда будешь князь, когда будешь князь, я говорю, за что? Я у него не стала исповедоваться, я у него исповедовала. Да-то ладно. А он мне тогда, знаете, что сказал, ты, говорит, лжешь много. А я говорю, а вот вы сколько солгали мне, вы отказываетесь, то-то, то-то, то-то. Вот такой прямой. А знаете, я нигде не скрываю, я получил Евангелие у баптистов, которые в то время объедились с пятидесятниками. И даже друзья говорят, ну вот это можно было не говорить. Как не говорить? Тогда биография у меня не полная. Ну вот вы говорите, а будет вред, вот у вас потеряевки, нелады, там люди не будут приезжать, даже свои, которые члены общины. Я говорю, я слишком уважаю своих считателей. И поэтому самое поганое, лживое, что про меня говорили на суде, из дела, когда дело мне дали после реабилитации, я выписал и для слова Божьего нет, туз поместил туда. Все. Самое негодное. Почему? Все я должен показать. Человек разберется, если такой. А люди это берут и говорят, а, так ты вот какой. Да, такой. Да, вот она книга ваша. Вот какой вот есть. Она вызывает доверие в полной книге. Полностью, полностью. Так вот я этим сейчас, чтобы мне ничего не сказал, я сразу порываю этим. Я говорю, вот это, и когда человек, ну и сейчас он старобрядец. Ну и что, говорю. Так он о себе все пишет. И старобрядец без поповцы. Да. Без поповцы, когда родились в этом-то. И поэтому старобрящество, имеющее священство, это белокринитская иерархия Древа Православа, это самая настоящая церковь Христова.